В этом выпуске вы узнаете о том, почему мы теряем десятки гектаров леса, о том, какая техника выйдет на улицы Мегаполиса и чей закончившийся отпуск порадует горожан. Но обо всем по порядку. Пожары уничтожают десятки гектаров. В этом году в Новосибирской области зафиксировали почти 400 очагов. Выгревшая площадь составила 36 гектаров. С 15 апреля в регионе установлен особый противопожарный режим. Выжигание травы, разведение костров и прочих работ с огнем на дачных и городских территориях запрещены. В большинстве случаев пожары происходят из-за человеческой халатности. Непотушенные сигареты или спичка за нарушение предусмотрены штрафы. Для граждан около 15 тысяч рублей, для должностных ли – 30. Если в результате действий человека пострадало крупное имущество, могут привлечь к уголовной ответственности. Больше сотни новых машин пополнит парк уборочной техники в Новосибирске до конца года. Покупает по лизингу. Сумма контракта – более 2 миллиардов рублей. Задача – улучшить качество уборки города. Техника поступает универсальная, всесезонная, рассчитанная на любые климатические условия. Уже приобрели экскаваторы-погрузчики, вакуумно-подметальные машины. Летом они будут заниматься мойкой, сухой уборкой, зимой очищать проезжую часть и дорожную инфраструктуру от снега, обрабатывать противогололедными материалами. Однако уборка города – это не только работа спецтехники, но и ручной труд. В Новосибирске сегодня остро ощущают дефицит людей рабочих профессий. К началу весеннего сезона в районных ДЭО работников было в 2,5 раза меньше, чем необходимо. Сейчас ситуация изменилась, но кадровый голод остается. Желающим устроиться на эту работу предлагают жалования от 40 тысяч до 70. В Новосибирской области определили лучшего специалиста Центра занятости населения. Консультант из Берска победила в региональном этапе конкурса Всероссийского профессионального мастерства. За звание лучшего боролись 23 участника со всего региона. Конкурсанты проходили тесты на знания законов и правил, демонстрировали профессиональные качества, решали задания, основанные на реальных ситуациях с клиентами. По итогам всех испытаний первое место заняла Наталья Гринева, профконсультант Центра занятости Берска. Уже 11 лет специалист помогает людям найти работу, написать проект и выиграть грант на реализацию своей мечты. Так в Бердске открылась мастерская шоколада, ателье, клуб кузнечного ремесла. Наталья Гринева представит Новосибирскую область на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения. Хочется, чтобы наша область все-таки проявила себя, показала, что у нас действительно хорошие специалисты, отличные в этой области, в Центре занятости. Наиболее идет модернизация, клиентоцентричность, где мы нацелены как раз на клиента. Прямой рейс до китайского острова Хайнань запустили из Новосибирска. Самолеты начнут летать с сентября. В город Санья можно будет отправиться два раза в неделю, в четверг и в воскресенье. Впервые авиалайнер вылетит из Новосибирска 5 сентября в 17.25. В небе он будет находиться 6,5 часов. По данным официального сайта Аэрофлот, самый дешевый билет из Новосибирска обойдется в 32 тысячи рублей без багажа. Обратно хватит почти 26 тысяч рублей без багажа. Хорошие новости для тех, кто любит путешествовать по России. Авиакомпания Seven Airlines добавила в летнее расписание 5 дополнительных рейсов между Новосибирском и Владивостоком. Теперь их 26. Из Толмачева можно будет улететь ежедневно, кроме вторника и субботы. Отпуск оркестровых музыкантов подошел к концу. Новосибирский городской духовой оркестр открыл новый творческий сезон и приглашает на концертные площадки послушать живую музыку и потанцевать на свежем воздухе. В последние дни лета горожане могут посетить три программы. 22 августа в 3 часа дня день российского флага у ДК имени Горького. 29 в 5 вечера концерт в сквере Героев Донбасса в Октябрьском районе. И 31 августа в 18.00 фестиваль духовых оркестров на Михайловской набережной. До школы им две недели. Именно в это время наступает ажиотаж на школьные товары. Беспокойным родителям на помощь приходят школьные ярмарки. В этом году в Новосибирске их три. Первые палатки установили напротив ГУМа еще в начале августа. Выбор широкий. От шариковых ручек до рюкзаков с ортопедической спинкой. Работать ярмарка будет до 15 сентября, но поторопиться с выбором все же стоит. Теперь приобрести товары к школе можно еще на двух площадках. В Ленинском и Кировском районах. Возле торгового центра «Континент» установили палатки с учебными принадлежностями. Работать торговый ряд будет с 10 утра до 7 вечера. Последний день 2 сентября. Прежде чем идти за школьными принадлежностями, рекомендуем родителям заранее подготовить список покупок. Так легче будет сориентироваться и точно ничего не забыть. Какой плюс в ярмарках, я вам хочу сказать. У нас всегда есть распродажи. Допустим, если осталась одна блузочка из линейки, мы всегда на нее уступаем. Всегда, когда мама одевает ребенка полностью, допустим, ни одну вещь покупает, мы всегда делаем скидки. Ну и люди находят здесь то, что не могут найти в магазинах. Жаловаться на участников финансового рынка новосибирцы стали меньше. За год минус 20%. При этом количество претензий к микрофинансовым организациям и страховым компаниям сократилось более чем в два раза. А число обращений, связанных с банками, осталось на уровне 2023 года. Проблемы у каждого третьего опрошенного связаны с кредитованием. Много вопросов по поводу вкладов, открытия и закрытия счетов, получения банковских карт, а также качество обслуживания в офисах и работы мобильных приложений. Работа, связанная с вредными химическими веществами, а также в сильно запыленных помещениях. Все это специалисты называют внешними факторами риска развития рака легкого. Неделю с 19 августа Минздрав страны посвятил профилактике этого заболевания. Среди факторов внутренних называют наследственность. Если у кого-то из кровных родственников был такой недуг, то риск повышен. Также эксперты напоминают, что курение является причиной развития больше 20 злокачественных новообразований различных локализаций и увеличивает риск появления рака легкого в 15 раз. Медики рекомендуют регулярно проходить диспансеризацию и выполнять флюорографию органов грудной клетки, даже тем, кто не сталкивался с патологией. В Бердске впервые собралась рабочая группа по озеленениям, на которой обсудили новые принципы благоустройства. Как изменится город, выяснял Сергей Томачев. Это первое заседание рабочей группы. Где, что и когда садить, пока не обсуждают. Главное – найти принципиальный вектор развития городской территории. Главная цель – это все-таки вот этой рабочей группой выработать такой документ, по которому, в принципе, будем жить ближайшие десятки лет. И, естественно, итоговый документ, он будет разработан институтом соответствующим, ну и который определит стратегию дальнейшего рассадки, выпила в городе Бердске, чтобы это не происходило хаотично. Например, посолите вы дубовую аллею, а именно в этом месте земля кислая, и саженцы погибнут. Такие нюансы и будут исключать специалисты. Впереди и работа с бизнесменами. Многие стараются украсить территорию перед своими магазинами. Но все это должно быть в единой концепции. Мало того, сегодня уже говорят о том, чтобы и саженцы закупать централизованно. Мне показали теплицы наши, Бердские. Без них будет очень сложно все это воплотить. И хотелось бы поднять вопрос о восстановлении их функциональности. Потому что, сами понимаете, высеивается рассада еще когда снег лежит, и такой объем, такой масштаб нужно где-то делать. Рабочая группа открыта для каждого жителя Бердска, у которого есть идеи по украшению города. Многие уже сейчас предлагают даже цветы, которые выращивают на своих дачах. В администрации готовы услышать каждого. Сергей Толмачев, Алексей Зубила, Новости ОТС. Три региона Сибирского федерального округа попали в топ-10 с самым доступным жильем. По данным сервиса Дом Клик, в августе лидером с наиболее низкими ценами в СФО стала Омская область. Она расположилась на восьмом месте со стоимостью 77 тысяч рублей за квадрат на вторичном рынке. Красноярский край на девятом месте. В этом регионе просят 106 тысяч рублей. Замыкает топ Новосибирская область. 113 тысяч рублей. Поставить прививку от гриппа можно уже сейчас. В Новосибирскую область поступила первая партия вакцин. Медицинские учреждения региона получили 420 тысяч доз ультрикс-квадри для детей и савигрипп для взрослых. В этом году врачи планируют вакцинировать больше полутора миллионов человек. Школьников, студентов, беременных женщин, граждан старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. По словам медиков, грипп – это инфекционное заболевание, которое вызывает опасные осложнения. Вакцинация – надежная защита. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Через две недели начнется новый учебный год не только для школьников, но и для студентов. Одно из популярных направлений, которые выбирают – это IT-технологии. Ребята хотят стать разработчиками, безопасниками, тестировщиками. 1800 первокурсников начнут обучение в колледжах электроники и вычислительной техники, печати и информационных технологий в политехническом и новосибирском авиационном техническом колледже имени Голощака. Все эти образовательные учреждения входят в кластер информационной технологии в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Современные компьютерные классы, лаборатории и сотрудничество с передовыми IT-компаниями позволяют выпускникам найти хорошую и высокооплачиваемую работу. 125 километров за 11 дней пути прошли юные туристы из Куйбышевского района по горам Северной Осетии. Там завершился всероссийский слет юных туристов. Участвовали более 300 ребят из 29 регионов страны. Команда «Белки» Куйбышевского дома детского творчества представляла наш регион и попала в тройку призеров. «Золотые руки» – это про Руслана Хайдарова. Неслучайно именно ему команде досталась роль реммастера. Подшить ботинки, починить снаряжение, пользоваться инструментами научил отец. Больше всего применился мульчату. Например, поджать замок, вытащить колышек, забившийся в земле. У каждого члена команды своя задача. Юлия Тимофеева отвечает за завтраки, обеды и ужины. Знает, сколько калорий в сутки необходимо каждому туристу. «Гречки столовой ложки 25 грамм, соли столовой ложки тоже 25, сахара 20, воды 8». «Вся еда, вся пища у нас была в сухом виде, то есть оставалось только взять и приготовить. Вода в путь исследования, в принципе, не было таких сложностей с водой, поэтому завтрак, обед, ужин. Дети распределяли, дежурили, сами готовили». Ко всероссийскому следу юные туристы из Куйбышевского района готовились почти полгода. Путевку в Северную Осетию получили благодаря успешному выступлению на слете региональном. Понимали, конкуренция будет серьезной, поэтому без устали, штудировали теорию, нарабатывали практику. Умения закрепляли в походах по Кузнецкому Аллатаву в Красноярском природном парке Ергаки. 11-дневный поход по горам Северного Кавказа испытал сибиряков на прочность. «Бывали моменты, когда некоторые из младших участников у нас плакали. Мы просто подходили к ним, говорили, что вот, все хорошо, сейчас всем тяжело, не только тебе. Скоро это закончится, мы почти дошли, не переживай, все хорошо. Но да, мы максимально старались друг друга поддерживать». Маршрут первой категории сложностей, которую разрабатывали сами, преодолели без происшествий. За плечами три перевала, более 125 километров пути и подъем на высоту 2550 метров. «Очень теплый прием местных жителей. У нас был момент, когда мы в облаке целый день шли, ничего не видели, холодно, мокро, туман вокруг. И вот ребята 15 километров вверх поднимались, мы за день набрали 950 метров высоты. То есть это был очень сложный день. Мы поставили палатки на ручье, все готовы отдыхать, там греться. И просто мимо житель едет на машине, он говорит, ребята, несите посуду. И у них есть местный праздник, когда нужно угощать путников. Нам вот такой кусок баранины просто дали, горяченько. Осетинские пироги нас угощали вообще». Сейчас ребята готовятся к региональному слету юных туристов. И если повезет, в следующем году они вновь отправятся на слет всероссийский. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. Запрос баланса по картам, консультации и прогноз погоды. 70% сибиряков пользуются голосовым помощником. Большинство выбирают традиционный вариант – обращаться к электронному другу через телефон. Однако чуть меньше половины предпочитают смарт-колонку или станцию. 26% прибегают к ноутбуку, а 18% – к умному ТВ. Также сибиряки запускают голосового помощника через планшет или смарт-часы. Ассистенты помогают новосибирцам управлять чайниками, шторами, пылесосом и другими бытовыми приборами. К наиболее востребованным функциям голосовых помощников горожане отнесли поиск информации в интернете. Чаще всего спрашивают прогноз погоды. Не менее востребован будильник и музыкальный плеер. Около 3 миллиардов рублей жители Новосибирска потратили на покупку драгоценностей. Как сообщает РБК, с начала этого года ювелирный рынок вырос на 14% в сравнении с прошлым годом. Регион занял второе место в Сибирском федеральном округе, а первые забрали жители Красноярского края. Их траты составили больше 3 миллиардов рублей. Новосибирцы скупают серьги и кольца, несмотря на повышение цен в этом сегменте. Наиболее дорогими украшениями стали кольца из белого золота с драгоценными камнями за 200 тысяч рублей. А также кольцо из красного золота с бриллиантом на сумму 180 тысяч рублей. Средний же чек по стране составляет 8,5 тысяч. И к этой минуте это вся информация о развитии событий в следующих выпусках. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин